5 ноября копейские садоводы подписали с главой города соглашение о предоставлении субсидий. Суммы, распределенные между несколькими товариществами, должны возместить расходы на работы, проведенные на территориях СНТ в течение последних трех лет. В 2015 году, впервые за многие годы, на моей памяти, наверное, это только в Петербурге Суме не было, такая поддержка оказана, это лет 10-12 назад. По обращению многочисленных обращений и садоводов, и представителей садоводских товариществ, и глав муниципальных образований, губернатор Челленовской области Борисович Дубровский, принял решение о выделении субсидий садоводским товариществам. Товарищество предоставили полный пакет документов, подтверждающих расходы на проведение водопроводов, газификацию и ремонт подъездных путей. Специальная комиссия, отвечающая за распределение средств, проверила факты выполнения работ. Копейскому городскому округу, как мы уже говорили, было выделено 2 миллиона, по Челябинской области в целом было выделено 10 миллионов, то есть мы получили пятую часть. Таким образом, все-таки нас отметили, нашу деятельность в областном масштабе. Ну и, значит, из 28 СНТ КГО, которые имеются на нашей территории, 10 непосредственно заявились на получение субсидий. Суммы были неравномерные, то есть в зависимости от тех средств, на которые были заявлены СНТ. Выделенные суммы пойдут на электроснабжение и обустройство подъездных путей к товариществам. В честь подписания долгожданного соглашения садоводы вручили главе города символический подарок, выращенный на собственном огороде. Так, посаживаем тыкву, сейчас мы вас поднимем.